Кунст Шот фон Хеллинген Кунст Шот фон Хеллинген – рыцарь из знатного и древнего франконского семейства. В конце 15 века город Нюрнберг обещал награду в 2000 гульденов за голову Шотта фон Хеллингена. Период его деятельности был самым кровавым за всю историю этого города. Рыцари Шотта постоянно устраивали засады на нюрнбергских солдат, и мало кому удавалось уйти живым. Небольшой экскурс в географию с помощью гугл-карты. Пролетая современный Нюрнберг в сторону запада, мы вскоре находим Ротенбургскую крепость, достроенную современными домами и с машинами на улицах. О грозной славе коменданта крепости конца 15 века ничего не напоминает. Доспехи были сделаны в период между 1490 и 1497 годом, когда Шотт и 40 других рыцарей сообща владели большим замком в Ротенбурге. Под влиянием церкви и поэзии, которая фактически воспевала рыцаря как идеал воина, сформировался образ, присущий только настоящему рыцарю. Это мужественный, сильный воин, который придерживается рыцарской присяги, что означало каждый день слушать обедню, быть бесстрашным, рисковать за католическую веру, охранять церкви и духовенство от грабителей, охранять вдов и сирот, избегать несправедливого окружения и грязного заработка, для спасения невиновного идти на поединок, посещать турниры только ради воинских занятий, почтительно служить императору в мирских делах, жить безупречно перед господом и людьми, бороться против зла, быть щедрым, правдивым, держать слово, быть верным своему государю, любить отечеству и так далее. Несмотря на воспетые рыцарские добродетели, 41 рыцарь из замка Ротенбург составляли маленькую профессиональную армию, которая за плату участвовала в бесконечных междоусобных войнах баронов Южной Германии, предлагая любому из них услуги за определенную плату. Нужно понимать, что с рыцарем были еще и оруженосцы и другие воины. Таким образом, одного рыцаря могло сопровождать в среднем от 3 до 15 вооруженных бойцов, которых рыцарь снабжал всем необходимым. Всего же в замке находилось около 500 хорошо обученных, закаленных в боях солдат. Замок этот до сих пор стоит недалеко от города Нюрнберг. Субтитры подогнал «Симон» Карьера Шотта в качестве командира вольной дружины оказалась на редкость удачной. Вскоре после своего избрания он направил письмо с формальным вызовом одному из германских принцев, который, как утверждал в письме Шотт, удерживал за собой замок Хорнбург, являвшийся наследственным владением самого Шотта. «Мы не знаем, что вышло из этого предприятия, но, вероятно, Шотт чувствовал себя достаточно уверенно, раз осмелился вызвать на бой столь могущественного магната». Во время первых набегов Шотта на Нюрнберг, один из членов городского совета Вильгельм Деринг, имел несчастье попасть в руки Шотта. Бедняги отрубили правую руку. После этого Деринг был отпущен домой с грубым письмом Шотта городскому совету. За это злодейство император Максимилиан Первый объявил Шотта вне закона, что, впрочем, нисколько не обеспокоило нашего рыцаря. Один из могущественных баронов, Маркграф Фридрих фон Байрейт, поддержал Шотта, и тот продолжил свою прежнюю деятельность. Разумеется, все это время Шотта и его дружина за плату предлагали свои услуги любому барону, который в этом нуждался. Когда говорят деньги, наемники внимают. Когда не было клиентов, готовых платить деньги, Шотт и его люди принимались разбойничать на свой страх и риск. В 1497 году Шотта выбрали командиром этого воинства и комендантом крепости Ротенбург. Одним из первых его самостоятельных действий стала война с Нюрнбергом. В ответ, как говорил сам Шотт, на невыносимую враждебность, которую выказал городской совет по отношению к ротенбургским рыцарям. Благодаря этой войне можно с точностью до 1-2 лет установить дату, когда именно были сделаны доспехи. На изготовление доспехов такого типа уходило много времени. Хозяин должен был часто приходить к оружейнику для подгонки своего воинского облачения. Если бы Шотт пришел в Нюрнберг после того, как начал войну, то наверняка был бы сразу схвачен. Да и вряд ли нашелся бы такой оружейник, который согласился бы делать доспехи для человека, который объявил войну твоему родному городу. Это подтверждает, что доспехи были сделаны до того, как началась эта война конца 15-го столетия. На основании стиля и фасона доспехов можно заключить, что их не могли изготовить раньше 1490 года. Известно также то, что доспехи сделали именно в Нюрнберге, так как на внутренней стороне керасы стоит клеймо Нюрнбергской гильдии оружейников. Но эта теория имеет изъян. Есть случаи, когда доспех делали без присутствия заказчика. Для этого высылали доспешникам восковые или гипсовые слепки рук, ног, головы, и по ним делался доспех. А еще можно делать доспех на человека такой же комплекции. Тогда латы тоже можно сделать удаленно от клиента. Ну и еще можно снять доспех с поверженного врага. Главное найти подходящую жертву. Судя по всему, благородному рыцарю Шотту это не составило бы никакого труда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В комментариях мне часто пишут, что такие тонкие доспехи не могли бы защитить рыцаря от оружия. И что доспехи должны быть толщиной 3, а то и 5 миллиметров. Я не знаю откуда вы взяли такие цифры, но вы должны понять, что есть разница между боевыми доспехами и турнирными. Примерная толщина большинства военных доспехов не такая большая. На голове могло быть от 1,5 до 3 миллиметров. Сейчас мы вместе узнаем, можно ли пробить подкаленное бедро толщиной 1,2 миллиметра острым оружием. Это мой старый набедренник. Мне конечно жалко его ломать, но и самому интересно узнать, что получится. У меня нет заточенного меча, но есть острый топор. Думаю это сравнимо с ударом фальшиона. Сразу скажу, в бою вряд ли бы кто-то пытался прорубить доспех. Это очень тяжело физически и такие удары требуют большого замаха. В этот момент вы сильно открыты для противника. Скорее всего вас пытались бы поразить щели доспеха или повалить на землю. Владное бедро находится на том же уровне, что и на человеке. Мне немного неудобно бить. Я не смог пробить бедро одноручным топором, но от вибрации повылетали некоторые заклепки и порвались ремешки. А теперь попробую двуручным топором. Деталь дергается, но сила удара больше передается в толчок, а не в разрубание стали. Я смог пробить колено и бедро только тогда, когда положил деталь на дерево и бил со всей силы сверху вниз. Думаю такой эксперимент доказывает, что подкаленный доспех толщиной 1,2 мм не так-то и просто пробить даже заточенным оружием. Кстати мечом удары были бы слабее. И я интуитивно представляю, что не хотел бы бить мечом специально в доспех, так как от этого портилась бы заточка оружия. Однажды Кунст Шотт поступил на службу к Маркграфу Казимиру Бранденбургскому и стал комендантом небольшого городка и крепости Штрейдбург. Здесь Шотт развил такую бурную деятельность, что швабские бароны направили ноту Маркграфу, в которой писали, что если он не уймет Шотта, то они опустошат его владение. Есть предположение, что Шотта тайно обезглавили в 1523 году по приказу Казимира. Но есть и другая версия. Вражда Шотта с Нюрнбергом прекратилась в 1525 году и ему была дана охранная грамота для проезда в город. Здесь во время смертельной болезни Шотта посещали некоторые знаменитые нюрнбергские врачи. По этой версии Шотт умер 8 января 1526 года. Во дворце в Нюрнберге была домовая часовня и еще в 1757 году там была табличка, на которой можно было прочесть. Года 1526, в первый понедельник после святого новогоднего дня, скончался благородный и доблестный Конрад Кунстшотт. Начальник Штрейдбурга и душа его находится ныне на попечении Бога. Рыцарь ушел из жизни, но доспехи остались напоминанием о жестоком и властном и по-своему успешном рыцаре своего времени. Спасибо за просмотр этого видео. Ваши лайки и подписка однозначно помогают развитию этого контента. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok